Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Самарской области каждый месяц бывает в зоне проведения СВО. Не помешал этой традиции и день рождения. 9 августа Дмитрий Азаров провел вместе с бойцами. Какие вопросы удалось обсудить и взять на карандаш в нашем сюжете? Свой день рождения губернатор Дмитрий Азаров встретил вместе с самарскими бойцами в зоне проведения СВО. Он бывает там каждый месяц. Губернатор передал им необходимую технику, амуницию, дополнительные спецсредства, снаряжение. И пообщался с защитниками лично. Выяснил, в чем они нуждаются, какие у них есть вопросы. Встретился Дмитрий Азаров и с двумя командармами, командующими двух общевойсковых объединений. Сегодня понятно, что в кабинете сидеть совершенно дело пустое. Поэтому этот день решил использовать для того, чтобы доехать вновь сюда. Мы обсудили вопросы, связанные с разным спектром. Вопросы лечения и долечивания, вопросы реабилитации. Вопросы, где-то бывает сбой и по финансовому обеспечению. Все эти вопросы готов отрабатывать. Потому что понимаю, что главные люди сегодня для всех нас – это вы. Вот эта внутренняя мобилизация в нашем российском народе, концентрация на главной задаче, объединение вокруг нашего лидера национального, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина – все это и создает предпосылки неминуемой нашей победы. Пока бойцы из Самарской области защищают мир на Донбассе, их земляки восстанавливают там мирную жизнь. В прошлом году в снежном городе Папоротиме Самары было отремонтировано и заново построено 82 соцобъекта. В 2023-м работа продолжится. Так, во время рабочей поездки в зону СВО губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил ход капремонта с Нижнянской школы номер один и здание, где будет размещаться МФЦ. Спасибо вам за возможность учиться приятной, красивой из этой школы. Мир держится на уравнодушных, добрых людях, таких, как есть вы. И благодаря вам наша школа вот такой стала красивой. Губернатор подчеркнул, главные задачи до конца года – привести в порядок те объекты, которые планировали к реализации – школы, больницы, МФЦ. Нерешаемых задач нет, и все работы будут выполнены в сроке. В Самарской области задержан подозреваемый в государственной измене житель региона. Как сообщили в пресс-службе ФСБ России, мужчина отправлял украинским спецслужбам данные о движении российских воинских эшелонов. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин России инициировал переписку в интернет-мессенджере с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Ему грозит от 12 до 20 лет колонии, либо пожизненное заключение. Решением Самарского районного суда города Самары обвиняемому избраны меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление и документирование всех обстоятельств преступной деятельности фигуранта. В этом году в Самаре масштабно обновляют четыре общественных пространства. Все они стали победителями рейтингового голосования, которое проводилось в 2022-м в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Нацпроекта «Жилье и городская среда». Какими темпами продвигается благоустройство территории, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Наша съемочная группа выяснила все детали. Близится к завершению работы на всех объектах, которые в этом году благоустраивают по национальному проекту «Жилье и городская среда». В Куйбышевском районе в Ерик-парке обновляют вторую очередь – от улицы Казачьей до 57-й школы. Жители помнят, еще совсем недавно на заднем дворе за забором учебного учреждения был полисадник, а теперь зона станет пешеходной. Специалисты заканчивают вымачивать дорожку. Занимаются и озеленением территории. Вскоре появятся новые деревья и кустарники. Готовят пространство и для зоны отдыха. Продолжают благоустраивать и парк молодежный. Также обустраивают места для отдыха, пешеходные дорожки, устанавливают дополнительное освещение. Появляются газоны с автополивом. Здесь же, рядом с центральной аллеей, специалисты воссоздают искусственный водоем. Для него практически полностью подготовили площадку. Остается только уложить вокруг плитку и установить ограждение. В скором времени приступят к наполнению пространства водой. Водоем станет главной фишкой парка. Применяем новую технологию. Это матрас лобионной конструкции с заполнением красивым камнем галыш. Берем его из села Борское. Там есть месторождение этого замечательного камня. Будет красивое озеро на итоге. Не без бетонных откосов, а именно с красивыми откосами с галыша. Преображается еще один парк – Воронежские озера. Ранее на первом этапе здесь установили фонтан, провели озеленение. Сейчас специалисты занимаются благоустройством территории рядом с храмом Святой Троицы. Укладывают тротуары с плиточного покрытия, облагораживают газоны с автополивом и подсветкой. Вскоре сюда высадят клумбы с можжевельником и лавандой, и сосны. Установят лавочки. Очень приятно всем жителям микрорайона. Да и каждый бы, наверное, житель любого микрорайона пожелал бы себе такое удовольствие. Фонтаны, отдых. Ну вот будет третья очередь туда дальше, на следующий год запланировано. Это туда к озерам, Воронежские озера. То есть здесь будет целый комплекс. Работы на одном из общественных пространств в советском районе, сквере Самарец, полностью завершены. Территорию также обновляли в рамках федеральной программы нацпроекта. Зону оформили в стиле времен конца 40-х годов, после окончания Великой Отечественной войны. Обустроили фонтан, пешеходные дорожки, установили дополнительное освещение, газоны с автополивом, цветники и малые архитектурные формы, лавочки и урны. Преобразилась и входная группа сквера. Посетителей встречают три деревянные арки. Их также выполнили в стиле советских времен, выдерживая общую концепцию. Уже приближается время сдачи всех объектов, которые мы в этом году выполняем по программе «Комфортная городская среда». В этом году мы делаем четыре пространства. Все они абсолютно разные. Все со своими идеей, все со своими задумками. И могу сказать, что подрядчики не подводят, работают близки к завершению. Все эти общественные пространства годом ранее выбрали сами жители в ходе рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство Самары по национальному проекту «Жилье и городская среда» остается на постоянном контроле главы города. Качеству городской среды уделяют внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Только в Самаре за пять лет преобразилось более 55 общественных пространств и 500 дворовых территорий. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. В Самаре продолжается строительство планетария. Напомню, он станет частью музейно-выставочного центра «Самара космическая», расположенного на проспекте Ленина. В настоящее время выполняются работы, которые позволят безопасно вести строительство и эксплуатировать уже существующее здание музея. На новой площадке можно будет проводить мероприятия на космическую тематику. На каком этапе находится строительство планетария и когда объект сдадут в эксплуатацию, узнала Ольга Павлова. Вот сейчас вырубка котлована практически закончена. Здесь на этом этапе будет один этаж. В той части, ниже, ближе к проспекту Ленина, будет здание в два этажа под землю. И, соответственно, три этажа над землей. Специалист Департамента градостроительства Юрий Дедковский рассказывает об очередном этапе работ, которые позволят безопасно вести строительство и эксплуатировать уже существующее здание музея «Самара космическая». Подрядчик завершает эти работы. Здесь проборено порядка 280 свай железобетонных на глубину до 18 метров. В завершении этих работ подрядчик приступит к устройству фундаментной плиты под самим зданием. Создание планетария станет катализатором в развитии научного и образовательного потенциала Самары. На его площадке можно будет проводить самый широкий спектр мероприятий. В здании предусмотрят два подземных этажа и три надземных с эксплуатируемой кровлей и остроплощадкой для наблюдений. Открытие планетария жители Самары ждут с нетерпением. Наталья Толстова внимательно следит за ходом строительных работ и уже представляет, насколько интересен будет объект для подрастающего поколения. Я горжусь тем, что я коренная жительница этого города и непосредственно Октябрьского района. Поэтому мы с удовольствием вообще услышали и, можно сказать, даже с восторгом, не побоюсь этого слова, что у нас появляется еще одна такая площадка. Мы рады, что это определенный стимул к развитию именно стремления к знаниям наших ребят. То, что у нас появляются места, где будут кружки, связанные с астрономией, с космосом, что они увидят, как надо стремиться к знаниям. Они совершенно будут вправе сами делать что-то новое и развиваться. Вот это, мне кажется, самое главное. Звездный зал планетария расположится на третьем этаже здания под классическим горизонтальным куполом диаметром 18 метров и сможет вместить 224 зрительских места. Очень большое значение для развития молодого поколения, для опознания в области, развития космического пространства, неба. И все дети маленькие будут посещать планетарий так же, как посещают музей космический, наш саморский. Отстроить планетарий планируют к концу ноября 2024 года. Площадь здания составит 5728 квадратных метров. Ольга Павлова, Игорь Казановский, События. Три объекта завершили, еще 15 в финальной стадии. В Самаре на заседании штаба по подготовке города к отопительному сезону обсудили текущие работы по перекладке теплотрасс. Также говорили о работе в электронной системе ГИС ЖКХ, где районные администрации отчитываются о подготовке многоквартирных домов к зиме. Подробнее в нашем сюжете. Рабочие завершили техническое перевооружение теплотрассы на Московском шоссе на участке у проспекта Масленниково. Здесь необходимо было заменить более 600 метров трубы диаметром 800 миллиметров. Это стратегически важная часть магистрали, поэтому важно было обновить именно этот участок. Теперь здесь уложена трасса в современной изоляции, которая обеспечивает долгий срок службы и высокую эффективность теплоносителя. Все трубы, которые сейчас выполняются и монтируются, они в ППУ-изоляции, то есть это некая такая современная технология, которая позволяет сохранять дольше саму сталь, саму трубу. Это более долговечный материал, более современный. Системы контроля расхода тепла с узлами учета, с датчиками. Всего в городе сейчас ведется перекладка на 15 объектах теплоснабжения. По всем высокий процент готовности. Об этом говорили на заседании городского штаба по подготовке Самары к отопительному сезону. Подрядчикам напомнили о необходимости строго соблюдать график работ. В первую очередь это касается участков, которые проходят рядом с социальными объектами. Сегодня проговорили с подрядчиками, что сроки, они не сдвигаются ни на день. Все объекты должны быть завершены по 1 сентября. Это там, где есть у нас соцобъекты, школы, детские сады, с полным восстановлением благоустройства. Дополнительно за счет ресурсоснабжающей организации в этом году переложат теплотрассу еще на двух участках. Необходимые материалы закуплены, скоро рабочие приступят к обновлению труб. Также на заседании штаба представителям районных администраций поручили ускорить работу по заполнению паспортов готовности многоквартирных домов к зиме в электронной системе ГИС ЖКХ. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самаре в доме номер 29 по улице Севастопольской идет ремонт кровли. Он осуществляется по проекту «Мой дом». Его в 2021 году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Как жителям дома удалось оперативно добиться капремонта крыши, узнали корреспонденты событий. Анна Ильдеярова живет в доме номер 29 на улице Севастопольской почти пять лет. Регулярно приходил сделать в квартире ремонт. Виной тому была старая протекающая крыша. Тогда жители дома решили вступить в программу фонда капремонта по ремонту элементов дома. Настаивали на капремонте кровли. Мы сейчас рады, что нам отремонтировали крышу. Мы очень довольны. У нас цветы здесь растут. Мы попросили, чтобы цветы наши не погубили. И нашу просьбу все удовлетворили. Спасибо большое. Работы по капремонту крыши начались около двух недель назад. Заменить кровли предстоит на площади более тысячи квадратных метров. Сейчас строительная готовность составляет более 80%. Параллельно идет санитарная обрезка старых ветвей у деревьев. Подрядчик вывозит с прилегающей территории строительный мусор. Полностью завершить работы планируется через 7-10 дней. Подрядчик, осуществляющий капитальный ремонт крыши, работает давно, отсутствован в фонде. Ну, я думаю, несколько десятков, а может быть и сотню крыш уже сделал. То есть проблем с ним не возникает. Подрядчики в целом у фонда проверены, хорошие. Поэтому результат, как правило, положительный. Проблем нет. Оперативно решить проблему с кровлей жителям помог проект «Мой дом». Его в 2021 году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его задача – правовая помощь, просвещение и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Администрации Самары постоянно находятся на связи с жителями областного центра. Это помогает решать проблему более оперативно. Проведение собраний в онлайн-формате позволяет повысить прозрачность процедур, принятие решений для всех жителей. И сейчас, благодаря проекту «Мой дом», доля собраний, проводимых в онлайн-формате, достигла 30%. Это хороший показатель. Но он растет, и, конечно, будем двигаться дальше в этом направлении. Мы с жителями встречались на семинарах, мы рассказывали весь регламент, какого порядка, как участвовать, как проводить общие собрания. Муниципальный жилищный контроль оказал содействие в составлении акта дефектовочного, что и подвигло оперативному принятию решения на капитальный ремонт кровли этого дома. Сейчас в областном центре идет плановая подготовка многоквартирных домов к зимнему сезону. И один из важных элементов – кровля. Только в Кировском районе в плановом ремонте находятся порядка 14 домов. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. В Самаре продолжается подготовка к выборам главы региона. Представители участковых избирательных комиссий по квартирам обходят горожан и информируют о предстоящем событии. Рассказывают о кандидатах на пост главы региона и о процедуре голосования в целом. Вместе с представителями избиркома на обход отправилась и наша съемочная группа. Для семьи Татьяны Захаренко участие в выборах – целый ритуал. Подготовка начинается задолго до события. Не стали исключением и выборы главы региона, которые пройдут в Самарской области в сентябре. Начинается все со знакомства с кандидатами. В этом помогают представители участковых избирательных комиссий, которые по квартирам обходят самарцев и рассказывают о процедуре голосования. Я голосую всегда. И вся моя семья голосует всегда. Каких бы выборов только не было. У нас наш избирательный пункт – это экономическая академия. Может, она сейчас по-другому немножко называется, не очень знаю. Знаю рядышком. И обязательно пойду на участок, обязательно буду голосовать в любом случае. С начала августа представители участковых избирательных комиссий начали обход домов и квартир граждан. Задача – информировать самарцев о предстоящих выборах главы региона. Голосование пройдет 8, 9 и 10 сентября. Участки будут работать с 8 утра и до 8 вечера. Мы рассказываем им, как добраться до места выборов, даты выборов и спрашиваем, почему они хотят идти голосовать. Наверное, самый распространенный вопрос – это, когда будут выборы и как на них лучше прийти. Кто-то хочет голосовать на дому, тех мы заносим в специальный список и потом к ним будут приходить люди с чемоданчиком для голосования. Жители гостей встречают с улыбкой и готовы задавать свои вопросы. Это же власть наша, как бы, и есть к кому обратиться. И, как бы, так. Надеемся и доверяем. И хотим, чтобы стабильно было все. Информировать горожан будут до 18 августа. Тогда закончится первый этап. Второй начнется с 28 августа. Напомню, с 2023 года работает механизм «Мобильный избиратель». С помощью него можно подать заявление о голосовании по месту нахождения в территориальную комиссию, МФЦ или через портал госуслуги. Участковые комиссии присоединятся к этой работе с 30 августа. А заявление о желании проголосовать на дому можно подать с 31 августа. Виктория Шара и Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. В Самару прибыл поезд с группой детей из города Снежное. Они будут отдыхать в оздоровительном лагере в Красноярском районе области. Отдых и оздоровление детей из Донбасса в лагерях и санаториях Самарской области организован по поручению главы региона Дмитрия Азарова. Подробности у Светланы Тимофеевой. Прибытие этого поезда ждут с нетерпением. На нем в Самарскую область приехали дети из города Снежное. 9-летний Александр Майборода в Самаре впервые. Хочу увидеть речку. Погуляю по набережной. Осмотрюсь о доме. Обустроюсь. Ну и все. Ну и все прочее. Добрались очень комфортно. Спасибо большое. Нас встретили сразу в Ростове. Все нам рассказали, объяснили. В поезде ребят кормили. Все были на большом подъеме. В ожидании чуда, как говорится. Все накормленные, все сытые, все довольные. Ждем продолжения феерического в лагере. 150 школьников с Донбасса проведут в оздоровительном лагере в Красноярском районе более 20 дней. Их ждет не только насыщенная культурно-спортивная программа. Детей познакомят с достопримечательностями Самарской области. Мы точно знаем, что ребятам интересна река Волга. Поэтому в рамках их визита, так же, как и предыдущие все заезды, мы обязательно будем вывозить на нашу замечательную, большую, дружную реку Волга. Ребята из Снежного. Плюс, конечно же, Самара космическая. Где им интересны каждые там штучки, которые были у космонавтов. Они этого, конечно, никогда не видели. Самарская область не первый год приглашает детей с Донбасса. Этим летом в оздоровительных лагерях и санаториях отдохнули и продолжают отдыхать порядка 500 школьников разного возраста. Отдых детей из Донецкой и Луганской народных республик организован по поручению главы региона Дмитрия Азарова. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Крылья Советов уступили питерскому «Зениту» дома во втором туре группового этапа Кубка России по футболу. Дружина Сергея Симака вырвала победу у Воложан усилиями экс-нападающего Самары. Сергеева. Иван забил единственный гол в матче на старте второго тайма. За поединком с трибун следил наш корреспондент Анатолий Головко. Яркая предматчевая программа, небывалый ажиотаж среди болельщиков и солнечная августовская погода не помогли крыльям Советов заработать первые очки в Кубке России. После поражения от Балтики со счетом 2-3 в турнире клуб с берегов Волги минимально проиграл действующему обладателю золотых медалей национального чемпионата «Зениту» из Санкт-Петербурга. В первом тайме гости из северной столицы не смогли создать ни одного по-настоящему опасного момента у ворот Ломаева. Впрочем, хозяева тоже в атаке не блистали. Несколько скромных попыток Барыча и Рахманович застать врасплох Васютина после розыгрыша угловых не увенчались успехом. Карпицкий имел неплохой шанс зажечь свою фамилию на табло, но голкипер гостей с ударом молодого белоруса справился, вовремя сократив расстояние при выходе. Футболисты отправились на перерыв при счете 0-0. Во втором отрезке встречи «Зенит» предпринял попытку забить быстрый гол. Сергеев ювелирно обработал подачу Караваева с фланга в штрафной и отправил мяч в ворота своей бывшей команды, которая дала ему путевку в жизнь. Этот эпизод в итоге и решил исход игры. Осенькин пытался спасти матч заменами, но подопечные Симака в этот вечер не планировали упускать победу. Клуб с берегов Невы строго действовал в обороне. Защитники гостей лишь дважды позволили Никите Салтыку проверить Васютина на профпригодность. Александр возложенные на него ожидания оправдал и партнеров не подвел. Матч закончился с минимальным перевесом в пользу синий-белых-голубых 0-1. Питерцы набрали 6 очков и единолично возглавили группу «Ц». Укрыли в покане одного балла после двух игр и последняя четвертая строчка в турнире. На послематчевой пресс-конференции Игорь Осенькин признался журналистам, что ему пришлось поберечь некоторых футболистов основы для следующих игр. Мы ни в коем случае не играем в полсилы, но все-таки мы даем ротацию. Если вы сейчас увидите, все команды, у которых 6-7 дней на три игры, они все дают ротацию, включая «Зенита» с его возможностями. Сергей Семак поблагодарил поклонников «Зенита» за горячую поддержку на выезде. С победой. Спасибо болельщикам. Сегодня наших болельщиков много приехало поддержать нашу команду. И мы рады в этот день доставить им положительные эмоции, добившись победы. Следующие две игры «Крылья Советов» проведут в гостях. Подопечные Игоря Осенькина померятся силами с московским локомотивом Михаила Галактионова 12 августа, а уже через неделю – 18 августа. Волженам предстоит проэкзаменовать казанский рубин Рашида Рахимова, вернувшийся в элиту отечественного футбола из ФНЛ. После трех матчей в чемпионате страны самарцы занимают третье место, уступая по очкам только столичному «Спартаку» и «Краснодару». Анатолий Головко, Константин Головин. События. Лекарства от плохого настроения и стресса. В Самаре продолжается физкультурно-спортивная акция «Самара в движении». Площадки работают в парках, а также на городском пляже. О том, какие виды активностей там представлены, расскажет Ксения Баканова. Отдых на Волге – это не только купание. Игра в футбол, волейбол, пляжный теннис. А для любителей индивидуальных занятий – растяжка и зумба. Все это – бесплатные тренировки «Самара в движении». Антон Лесников – человек спортивный. После работы приехал поиграть с друзьями в пляжный волейбол. Рассказывает – это счастье для души. А еще – отличный способ избавиться от стресса. На поле абстрагируешься от городской суеты и наслаждаешься процессом. Антон говорит – все проблемы сразу уходят. Даже если сильно напрягаешься, устаешь, все равно получаешь положительные какие-то эмоции. Вот именно душа расслабляется, отдыхает. Это просто кайф. Бывают такие моменты, даже за счетом не слежу. Проигрываем, выигрываем, просто наслаждаюсь игрой. За порядком на площадке следит Олег Храмов – опытный судья и тренер. Существует стереотип, что волейболисты должны быть высокими. Мужчина говорит – рост не главное. Важнее сила, скорость и ловкость. Одним словом – физическая подготовка. Однако без смекалки тоже далеко не уедешь. Прежде всего, игрок должен обладать определенным мышлением. Ребята становятся первый раз, допустим, в одну команду. И видно, кто правильно выбирает позицию, кто правильно оценивает ситуацию. Волейбол этому учится. Физкультурно-оздоровительная акция «Самара в движении» продлится до конца лета. В этом году в «Самаре» работает сразу несколько площадок, где проходят бесплатные тренировки. На площади Куйбышева, в парках Гагарина и 50-летие октября, на пляже под Первомайским спуском и на второй очереди набережной. Активности, как говорится, на любой вкус и цвет. Если испытываете гнев, поможет успокоиться боксерская груша. Кричите на нее, высказывайте обиды, бейте. Мы впервые в этом году установили ринг. И на ринге проводятся занятия бесплатные для любого желающего. И кроме этого, по субботам организуются матчевые встречи сильнейших боксеров города Самара. А чтобы закрепить результат, идите на растяжку. По словам специалистов, такая тренировка поможет расслабиться и успокоиться. А еще хорошо влияет на сон. Сбываем дышать. Хорошо. И на внешнем. Однако есть тренировки, которые особенно полюбили жителям и гостям города. Самая большая загруженность у нас на танцевальном фитнесе. Зумба-ссоциейшн. Есть любители стретчинга, функционала, которые тоже приходят к тому или иному тренеру. Наша локация отличается тем, что тренировки проходят на солнышке, на свежем воздухе. И рядышком у нас есть Волга, где можно по тренировке также искупаться. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. Яндекс опубликовал информацию о том, какие города России смогут увидеть звездопад Персеиды. Пик активности этого звездопада только две летние ночи. С 11 на 12 и с 12 на 13 августа. Особенно хорошо звездопад будет видно 13 августа вечером в центральной части России. Именно в это время небесные явления можно наблюдать невооруженным взглядом. Земли и метеоры похожи на яркие полосы в ночном небе. Интересно, что в пик метеорного потока Персеиды ожидается до 100 опатающих метеоров в час. Больше всего повезет уральским городам – Перми, Екатеринбургу, Челябинску, Тюмени и Уфе. Именно там ожидается ясная погода, без осадков, а сам метеорный поток будет хорошо виден. В Самаре и Казани тоже можно увидеть это явление. Там ожидается ясная и теплая погода. Чуть меньше повезет жителям Новосибирска, Томска и Омска, где 13 августа ожидается пасмурная погода, из-за чего будет труднее рассмотреть звезды. В Москве и Санкт-Петербурге 13 августа ожидается облачная погода с прояснениями, поэтому звездопад Персеиды смогут увидеть и жители столиц. Небо будет хорошо просматриваться ближе к ночи. Самара ГИС продолжает удерживать лидирующие позиции в рейтинге телеграм-каналов по версии Нью-Медиа. Специалисты компании опубликовали результаты мониторинга по итогам июля. Наш канал остался на первом месте по вовлеченности реакции с показателем 5,43%. Здесь учитывалось соотношение всех активностей подписчиков к количеству просмотров публикаций. Рейтинг составлен по данным аналитической платформы TGSTAT по состоянию на 10 августа 2023 года. Участниками стали 50 каналов с числом подписчиков от 2 до 4 тысяч. Кроме того, паблик Самара ГИС ВК занял в июле третье место по вовлеченности пользователей с показателем 3,94%. Данный рейтинг составляется на основе данных платформы Jago Jam. Специалисты оценивали ВК-сообщество 62 телеканалов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. Пользователи, которые следят за нами в Телеграм и ВК, в числе первых узнают обо всех важных новостях, которыми живет Самара. Еще одно преимущество для наших подписчиков – в комментариях можно оставить жалобу, и она практически моментально уйдет в профильные городские службы. А далее эфир продолжит обзор Телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в Телеграм-канале сообщает о том, что выпускники педагогических классов, поступившие научную форму обучения в региональные УЗы и СУЗы, на педагогические специальности с сентября 2023 года могут оформить ежемесячную выплату в размере 1000 рублей. Такая мера действует впервые. Она разработана администрацией Самары в надежде привлечь молодых педагогов в образовательные организации не только областного центра, но и всего региона. Для оформления выплаты, зарегистрированным в Самаре по месту жительства или пребывания, можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную информацию можно получить по телефону, указанному на экране. Администрация Куйбышевского района сообщает о том, что продолжается адресное информирование жителей с членами участковой избирательной комиссии. Именно они информируют жителей о предстоящих выборах губернатора Самарской области, которые пройдут с 8 по 10 сентября. Стоит отметить, что информаторы не являются агитаторами кандидатов, представленных на выборы. Администрация Кировского района в Телеграм-канале призывает проголосовать за лучшее граффити фестиваля стрит-арта «Форм-арт». Каждый желающий может отдать свой голос за понравившуюся работу по бесплатному номеру, указанному на экране до 17 августа. Необходимо указывать в тональном режиме индивидуальный номер участника от 1 до 14. Проголосовать можно только один раз. В отборочном этапе голосования участвует и Самарская область. Это мурал, изображенный на школе номер 12. Он называется «Открытие возможностей». И его номер для голосования – 12-й. Победители получат гранты. Некоторые из них смогут создать граффити в городе Киров в 2024 году. На этом все. Увидимся.